шалом дорогие друзья и мы продолжаем с вами разбирать нашу тему связанную с именами сегодня мы посмотрим связь бога с теми людьми которым он давал новое имя или менял имя через призму заветов и первое ком мы сегодня поговорим естественно это сам человек то есть адам бог и адам это наша самая первая встреча сегодня которая будет об этом обсуждаться и так я хочу зачитать бытие 5 глава это 1 2 стих вот родословие адама когда бог сотворил человека по подобию божью создал его мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя человек в день сотворения их то есть вот здесь мы видим что бог первому со своему созданию которую он создает то есть человеку он нарекает имя и имя его человек адам то есть мы знаем всю историю из-за того что он произошел из земли здесь написано в этих стихах что бог дал имя человеку и как мы говорили раньше это также давало богу естественно право властвовать над человеком это давало также ему с другой стороны какую-то обязанность следить за человеком наблюдать иметь с ним отношения заботиться о нем и вот первый завет который бог создал он создал его с человеком он заповедовал определенные заповеди человеку которого он создал и которого он назвал и мы помним что бог сказал плодись размножайся наполняй землю и первое что бог сделал он посадил человека в эдемский сад о чем это говорило я думаю это тоже очень важно нам понять любому верующему особенно прежде чем что-то исполнить своей жизни прежде чем исполнить какое-либо предназначение для которого бог тебя предназначил прежде чем исполнить любую заповедь которую бог от тебя требует ты должен находиться в его присутствии это то что бог сделал для человека он поместил его в эдемский сад где бог находился где бог пришел встретиться самим человеком и вот это вот вещь бог создает человека не просто так он его создал не потому что он нуждался в чем-то бог может прожить и без всего человек ему не нужен ему не нужна рабочая сила ему не нужна работа рук человеческих и служения его он создал его по своей любви и по своей милости бог создал человека чтобы иметь с ним общение чтобы человеку было хорошо и вот это вот общение он желает чтобы она могла строиться на любви и на свободной воли это как раз то что бог сделал поместил его в свое присутствие чтобы человек мог находиться рядом с богом общаться с ним взирать на него и когда он находится в такой атмосфере тогда он может воплощать то предназначение которое бог для него предназначил подумайте сами что это значит для каждого из нас в жизни как мы можем находиться в божьем присутствии и таким образом сможем воплотить в нашей жизни то предназначение которое бог нам дал но к чему же все это я хочу чтобы мы могли понять что из-за того что бог назвал человека создал его для самого себя для своего общения он заботится о нем он не безразличен человек не безразличен богу и все что с ним происходит все бедствия богу бог также страдает вместе с человеком поэтому не просто так мы читали места писания которые уже приводили здесь что что есть человек что ты помнишь его что ты печешься над ним что ты склоняешься к нему бог помнит человека наши грехи естественно отдалили нас от бога но он любит каждого и именно для этой цели бог строит целый план изменения или исправления мира и изменения человеческой природы самого начала как человек согрешил богу он не был безразличен да он его наказывал он его изгонял он истребил потопом но даже мы читаем потом что написано что сожалел господь обо всем что он сделал потому что он понимал что человек всего лишь создание и он слабый и он да грешит он падает и бог сказал больше не уничтожу то то что он с от вас договорился с ноем и сказал не уничтожу больше человека водами потопа и так тот завет который был сотворен с адамом плодись размножайся будь моем присутствии наполняя землю распространяя вот эту вот любовь которую ты имеешь она до сих пор является актуальным и бог до сих пор печется и взыскивает каждого человека пытаясь найти его для этого целый процесс уже пошел когда-то и уже прошел и приближается к концу пока все не вернется на то же самое как был первый адам в эдемском саду находясь в божьем присутствии это то чего пытается достичь господь разными действиями о которых мы также с вами поговорим о которых вы также можете посмотреть на оазис медиа лео на лекции тикун улям это все с этим связано чтобы человек мог вернуться назад в то божье присутствие по своей воле по своей любви к богу который он желает отдавать бесплатно это вот первый завет который был сотворен с адамом из-за того что бог его назвал он заботится о нем и он ему не безразличен и не только первый адам но каждый человек который является его потомком а мы все являемся его потомками это первый пункт о котором мы сегодня с вами говорим что же происходит дальше до адам согрешил адам упал и вот бог запускает следующую систему бог выбирает еще одного человека который был идолопоклонник который был жил среди идолопоклонников и не знал бога и вся его семья может быть не знала бога но бог открывается ему он избирает авраама и он с ним также заключает завет и он ему дает новое имя я хочу чтобы мы прочитали это бытие 17 глава с 1 по 8 стих написано авраам был 99 лет и господь явился аврааму и сказал ему я бог всемогущий ходи передо мною и будь непорочен и поставлю завет мой между мною и тобою и весьма весьма размножу тебя и пал авраам на лицо свое а бог продолжал говорить с ним и сказал и вот я вот завет мой с тобою ты будешь отцом множества народов и не будешь ты больше называться авраамом но будет тебе имя авраам ибо я сделаю тебя отцом множества народов и весьма весьма распложу тебя и произведу от тебя народы и цари произойдут от тебя и поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их завет вечный в том что я буду богом твоим и потомков твоих после тебя и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю по которой ты странствуешь всю землю хананскую во владение вечное и буду и богом это всего лишь один из стихов когда бог обещает аврааму говорит вот завет мой с тобою что я в вечности буду богом твоим не только твоим но и всех потомков до этого бога еще не один раз говорил с аврааму когда сказал ему выйди из земли своей отдались от того в чем ты находишься все от всех своих идолов оставь все это иди туда куда я тебя пошлю и авраам пошел но вот эти вот стихи здесь мы видим что бог говорит что он меняет ему имя и говорит ты не будешь больше авраам но будет тебе имя авраам очень похоже звучит это все на русском но на самом деле то что бог сделал он ему добавил всего лишь одну букву букву хэй и имя изменилось но не просто имя изменилось изменилась судьба этого человека чтобы это понять давайте посмотрим что значит имя авраам и что значит имя авраам авраам скорее всего может быть был какое-то было какое-то значение потому что не еврейское потому что авраам не был евреем и у него не было еврейское имя но и даже этому имени на иврите есть перевод авраам это значит превознесенный отец у авраама не было детей в то время да у него была жена его почитали у него были племянники и у него были рабы которые его уважали и которых он взял с собой когда вышел из месопотамии но все что у него было это было вот это вот слава в своем в своем селе в котором он жил у него была слава в своем клане в котором он находился он был превознесенный отец него было уважение но у него не было потомство и то что бог делает он меняет его судьбу добавляя вот эту вот букву хэй он говорит ты будешь отцом множество народов буква хэй она символизирует вот это вот слово хамон хамон это значит множество множество народов это не перевод имени авраам это изменение его судьбы это о том о чем говорит его имя это то о чем говорит вот это вот буква хэй которую бог вставляет в имя авраам будет а врагам теперь ты станешь великим ты будешь не только иметь славу в своей семье но тебя будут знать все народы и вот это вот видно как раз в завете который бог с ним заключает он говорит ты будешь отцом множество народа и тыгат расплодишься и он г цари произойдут от тебя то есть ты не останешься твое величие но не останется только в твоем клане но тебя произойдут много царей люди будут знать тебя будут знать твоих детей и ты будешь написано будет у тебя завет меч вечный между богом и между детьми авраама и самим авраамом то есть бог дает ему имя и как мы уже говорили это говорит о том что бог находится сейчас в завете с авраамом он будет опекать его он будет заботиться о нем и он будет исполнять все то что он ему сказал изменение имени авраама она изменяет его судьбу она изменяет его предназначение и не только его но но влияет на всех его потомков он говорит ты получишь всю землю по которой тут странствуешь во владение вечное и я бог говорит буду не только твоим богом но и их богом как я уже сказал до этого в начале мы опять видим как будто вот это вот все возвращается в эдемский сад что бог он говорит ты будешь теперь частью со мною ты будешь со мной одним целом ты и я мы будем вместе вот это вот мой завет я изменил твое имя и теперь ты находишься под моим руководством никто не имеет права тебя обидеть потому что каждый раз если кто-то по покуситься на тебя я заступлюсь если кто-то тебе что-то сделает я явлю свою силу и накажу его и это мы видим что происходило не один раз когда какой-то фараон или кто-то хотел забрать сару к себе бог вступался и наказывал он охранял авраама во всех его путях он заботился о нем до авраам не был идеальный но бог из-за своих слов он был всегда верный мы также можем посмотреть мы понимаем что написано что двое будет одна плоть муж и жена у авраама была жена которая была сарай ее звали и бог также ей меняет имя он как вы одно целое у вас должно измениться предназначение обоих ваша судьба меняется и в бытие также в следующих стихах 17 главе 15 16 стих написано и сказал бог аврааму сару жену твою не называй сарой но да будет имя ей сара я благословлю ее и дам тебе от нее сына благословлю ее и произведу от нее народы и цари народов произойдут от нее то что мы видим бог меняет не только имя аврааму но он меняет и имя сари потому что от них должны родиться дети не только от авраама но естественные от цары потому что от авраама родился уже измаил в свое время он будет нет этого недостаточно от цары будет у тебя сын гитара от нее произойдут народы и что он делает он также меняет ей последнюю букву вместо сарай он дает ей также букву гэй и она становится сара народы произойдут от нее цари произойдут от нее также и судьба сары меняется если до этого она была бесплодной теперь она может рожать теперь что-то должно измениться несмотря на ее возраст почему вдруг буква гэй что такого в ней особенно и на самом деле буква гэй она символизирует изобилие и плодовитость в самом начале мы когда говорили что адам он изменил он дал имя своей жене он также то что он сделал он свое имя немножко изменил убрал букву ют и поставил букву гэй потому что именно иша именно женщина она та которая могла быть плодовитой могла рожать уже в самом начале мы видим что адам поступает тоже с таким же образом давая букву гэй изменяя имя он тем самым закладывал что-то в судьбу женщины что она могла приносить плоды она могла рожать не мужчина но женщина и потом мы видим именно из-за того что она родила и стала матерью всех он назвал ее по-новому хава сказал потому что она стала матерью всех живущих то же самое происходит и с авраамом и сары бог вкладывает в их имя букву гэй которая является символом плодовитости символом размножения имена меняются и меняется их судьба и бог вместе с авраамом и сары заключает один завет он становится и господином он берет их под свою опеку и под свою заботу он тот который над ними и который ведет их вперед я хочу еще продолжить и посмотреть что если бог берет авраама и сару и он обещает им что дальше в их потомках будут также происходить изменения где мы можем вновь видеть это изменил ли бог еще кому-либо имена и дал ли кому-либо имена из их детей в той же самой главе мы читаем что бог сразу же нарекает имя и первенцу сариному или можно сказать ицхаку и написано что в бытие 17 глава 17 по 21 стих и пал авраам на лицо свое и рассмеялся и сказал сам в себе неужели от столетнего будет сын и сара 90-летняя неужели родит и сказал авраам богу о хотя бы измаил был жив пред лицом твоим бог же сказал именно сара жена твоя родит тебе сына и ты наречешь ему имя исак или ицхак на иврите и поставлю завет мой с ним заветом вечным и потомство его после него и из мои ли я услышал тебя вот я благословлю его и возвращу его и весьма месьма размножу 12 князей родятся от него я произведу от него великий народ но завет мой поставлю с исаком которого родить тебе сара все и самое время на другой год то здесь мы видим что бог не только пообещал это в раму а его размножение но он здесь также вновь уже говорит и ицхаки что я с ним также поставлю этот завет который я пообещал тебе и здесь мы видим что бог сам дает имя их сыну это не то что авраам придумал это не то что сара захотела но бог говорит как его будут звать это важно потому что это как раз говорит нам о том что бог тем самым заключает сразу связь вместе с ицхаком и таким образом мы видим здесь что бог говорит ицхак будет его имя почему ицхак здесь мы читали на русском что авраам усомнился и он рассмеялся вот этот вот смех это на иврите и значит ицхак ицхак это тот который будет смеяться от этого происшествия что случилось с авраамом а его недоверие богу бог запечатляет это на его сыне то есть с одной стороны бог говорит да я заключаю завет но то что ты усомнился ты будешь об этом помнить это будет выражено в твоем сыне в его имени ты будешь это видеть но несмотря на это я буду идти вместе с ним я заключу завет также и с ним и это не только он пообещал самому аврааму впоследствии он обновляет этот завет самим ицхаком и в бытие 26 главе бог является к ицхаку и также говорит с ним написано во втором стихе господь явился ему и сказал не ходи в египет живи в земле о которой я скажу тебе странствуй по сей земле и я буду с тобою и благословлю тебя ибо тебе и потомство твоему дам все земли сии исполню клятву которую я клялся аврааму отцу твоему умножу потомство твое как звезды небесные и дам потомство твоему все земли сии благословятся всеми не твоем все народы земные то здесь бог повторяет то обетование которое он обещал аврааму он говорит все это будет ицхак с тобою но все это будет ради клятвы которую я дал аврааму если вы почитаете внимательно вы увидите что ицхак в то время он может быть еще даже не был женатый а потом он женился и когда он уже стал женатый то его жена она не могла рожать она также была бесплодна но вот эти вот слова которые изначально бог изрек они были утешением для самого и сака они были утешением для самого авраама у них была вот эта вот вера с которой они шли и они надеялись они держались за эти слова и не знали что господь в силах изменить все здесь мы также увидели что с одной стороны бог не только пообещал ицхаку скал в тебе да наречется семя в тебе будет потомство много и также измаила я помню почему вдруг он говорит об измаиле заключил ли он с измаилом какой-то договор называл ли он измаила по имени нет но ради авраама из-за того что написано авраам попросил о измаиле и сказал пусть измаил будет жив перед моим лицом господь ему говорит хорошо я услышал твой вопль я услышал твою молитву и об этом я тоже позабочусь параллельно я укреплю также измаила также его размножу но моё мой завет все-таки будет с ицхаком мой завет будет с его потомством потому что его я называю по имени его я назвал ицхаком тебя я изменил авраам тебя и твою судьбу и судьбу сары и теперь вы в моей руке и то что было дальше те заветы то что бог сотворяет с ицхаком а потом с иаковом и с его детьми с народом мы рассмотрим это наши следующие передачи спасибо что вы были с нами и до встречи в следующий раз аминь миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве иешуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv